Каждая девочка в детстве мечтает быть актрисой, играть в театре или в кино. Светлана Томилина не свернула с намеченного пути и не предала свою мечту. Она поступила в институт, начала играть в театре. И вот она уже заслуженная артистка. Но все так же, как и в детстве, она продолжает мечтать о своих лучших ролях и спектаклях. Вот мой любимый зрительный зал. Он сейчас молчит без зрителей. Так интересно. Он сейчас пуст. Но он хранит столько интересного. Столько он слышал разных судьб, которые прожили актеры на сцене. Судьба актрисы была предрешена. Ее звезда зажглась в июне 1945 года. Он стал годом рождения Светланы Томилиной. Простая рабочая семья и не предполагала, какую дорогу для себя выберет их дочь. А выбрала она дорогу к театру. Родители были против этого увлечения. Заставили поступать в институт иностранных языков. Сдав экзамен на «Отлично», ей так и не суждено было стать студенткой данного факультета. Со слезами на глазах она забрала документы и вернулась домой. С этими документами вернулась домой расстроенная, что я потратила 200 рублей. Тогда это были большие деньги, мы долго их собирали. Мы жили небогато, очень бедно. И вернулась и решила, мама тогда разрешила мне на следующий год поступать в театральный институт. Год я проработала на заводе. Светлана Томилина добилась своей цели. В момент поступления в театральный стала лучшей абитуриенткой. Конкурс был внушительный – 300 человек на место. После института долгое время искала театр, в котором хочется работать. И через 10 лет она вместе с мужем приехала в Тамбов. Брак распался, а союз с Тамбовским театром закрепился. И по прошествию многих лет она до сих пор испытывает волнение перед выходом на сцену. Идёт такой гомон, шёпот, разговор такой между зрителями, между собой. Нам включают по радио, значит, зал включают в гримёрки. И в гримёрках мы сидим, заканчивая последнее приготовление, и сердце начинает, вот так вот прям, убийца, вот так слышишь этот зал, вот так, оно само. Ты ничего, ты стараешься успокаивать себя бесполезно. Вот так, больше 50 лет я на сцене, каждый раз вот так сердце, вот так стучит, и колоссальная ответственность. Актёрская жизнь интересная, творческая, по-своему сложная и разнообразная. В ней есть нюансы, которым уделяется наибольшее внимание. Главное, чтобы зритель доверял тебе. Для нас многое значение, вообще для актёра, имеет его пластика. Лишнее махание руками, это всё очень мешает восприятию зрителей. Нужно вкусно это всё делать, вкусно, там, где нужно, это необходимо. Ну, в общем, сложностей много. Я вообще очень самокритичный человек. Работа отнимает всё свободное время, иногда её называют монашеской. Она энергетически опустошает и сказывается на внутреннем состоянии. А вот после спектакля легко выходите из образа, отпускаете свою героиню или на протяжении какого-то времени… Да я не могу до трёх, до четырёх утра уснуть. Нервное напряжение. Особенно тяжело перед премьерой, особенно тяжело. Светлана Томилина до сих пор горит театром. Каждая роль, как спичка, разжигает в ней новое пламя. Ведь даже по амплуа она характерно-драматическая актриса. Но силы придаёт природа. Она наделила её талантом, который актриса отдаёт своему зрителю, каждый раз выходя на сцену. Очаровательна природа на Руси. Леса, озёра, реки и моря, водопады. За грубость к ней прощенья попроси. Нам не сыскать другой такой отрады. Она нас лечит, душу согревает. И красоту земную учит нас любить. С ней человек надежду обретает. Её должны мы для потомков сохранить. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей.